Константин Коровин, магистр Азарев В Москве были замечательные люди, ученые, всесторонние, образованные люди, высокой души, большого сердца, притом оригиналы и чудаки. На семнадцатом году моей жизни, помню я, когда была жива еще моя мать и брат Сергей, я учился в школе живописи, вояний и зодчества, и как-то я почувствовал, что у меня сильно заболело горло. Была зима, и брат мой Сергей пошел искать доктора. Жили мы в то время у Сухаревой башни, колокольников переулок, в маленькой бедной квартире, окна которой приходились вровень с землей. Неподалеку от колокольникова переулка, у церкви, был дом-особняк. Вот в подъезде этого дома жил доктор Азарев. На дверях была прибита медная дощечка, на которой было написано «Доктор медицины, горло, ухо, нос». Азарев вошел ко мне в пальто нараспашку, во фрачном жилете, в белоснежной рубашке и белом галстуке. Огромного роста блондин с голубыми глазами. Большие красные руки выглядывали из рукавов пальто. Войдя, он пристально посмотрел на меня, а потом на стену, на которой висели приколутые кнопками мои летние этюды и рисунки снатурщиков. — Это ваша работа? — картины, — спросил доктор. — Мои, — ответил я. — Очень плохо, — сказал доктор и, обернувшись, взял стул и сел против меня. — Да, вы правы, — сказал я. — Плохо. Я не люблю их. Я никак не могу достигнуть света. — Скажите «а», — приказал доктор. — «А». — Громче. «А». — громче повторил я. Доктор встал, написал записку и послал брата к нему на дом принести оттуда что-то по записке. Он сидел против меня и молча смотрел. — Горло у меня болит, — говорю я, — как больная трубка. — И сильно болит. Доктор, посмотрите, пожалуйста, горло. — Да, болит, — ответил он. — И сильно. — Но мне смотреть не надо. — Как же, — говорю я, — может быть, у меня дифтерит. — У вас дифтерит и есть. — Вы же не видали, — говорю я взволнованно. — А может, может быть, скарлатина? — У вас и скарлатина, — сказал доктор. — Вот так история, — подумал я. Странный доктор, не смотрит горло. — Вы же не видели, — говорю я, волнуюсь. — А может быть, жаба у меня? — У вас и жаба, — равнодушно подтвердил доктор. — Вернулся мой брат, принес склянку какой-то жидкости и большую связку ваты. Я смотрел на доктора с испугом. Он взял вату, смочил ее жидкостью и велел брату вытереть себе руки этой ватой. Он вытер мокрой ватой и ручки дверей. Сказал брату, — вам быть в этой комнате нельзя, он болен. И моей матушке сказал тоже, что входить ко мне нельзя. — Сегодня ночью у него будет сильный жар. Он подошел ко мне, поднял рубашку и приложил ухо к сердцу, долго слушал. Потом принес стол из другой комнаты, поставил около меня, достав чистую скатерть, постелил на стол, сказал, — я через час приеду и уехал. — Как все странно, — подумал я. — Странный доктор. У меня и жаба, и скарлатина, и дефтерит. Что ж, как же это? Ровно через час он вернулся. Принес корзину, развернул ее, вынимал оттуда и ставил на стол банку зернистой икры, большой кусок белорыбицы, жареную пулярку, какой-то желе, компот, бисквит, сбитые сливки, моченые вишни и яблоки, чернослив. Он поставил передо мной тарелку, а также и перед собой, сел напротив, положил мне огромный кусок белорыбицы и сказал, — кушайте. А сам, сидя напротив меня, ел с хлебом сардинки и смотрел на меня. Я ел послушно, но сказал доктору, — я не могу это так много, я никогда столько не ел, — сказал доктор. — Потрудитесь кушать, все, нужно топить печку. — Какую печку? — спросил я. — Печку вашего организма. Я ел насильно икру, пулярку, моченые яблоки, чернослив, но хлеба мне доктор не давал. Я никогда не видал, чтобы кто-то так много ел, как доктор напротив меня. — Кушайте! — все говорил он и накладывал все больше и больше. — Но я не могу! — Нельзя! Спотрудитесь кушать! И он опять накладывал на тарелку взбитые сливки. Я ел, но чувствовал себя плохо. Доктор встал, собрался с тола все, положил в корзину, потом сказал мне, — сегодня у вас будет температура, жар. И так как вы художник и особенный человек, то вам необходима красота. И сегодня перед вами здесь будет красавица. Такая красавица! Я приеду в десять часов. Без меня ничего не пить, ни воды, ни чаю, словом, ничего! Вынув из кожаной сумки какие-то длинные светлые ножички и ножницы, и серебряные трубочки, он положил сбоку на столе. Я посмотрел на эти инструменты и испугался. Доктор уехал. Вскоре от него пришел человек, принес завернутый в бумагу бюст Шекспира и сказал, — доктор прислались, велели поставить перед больным. Да чего странно, — подумал я. Я смотрел на поставленный бюст и был в странном состоянии. В ушах у меня какие-то звуки ти-и-и-тью-и, и искорки бегут от глаз. Какая-то икра. Кажется, я засыпаю, забываюсь и чувствую сильный жар. Очнулся. Вечер. Горит лампа с большим абажуром, и предо мною сидит молодая красивая женщина с белой повязкой на голове и с большим голубым крестом на груди, вся в белом. Она встает, приближается ко мне и подносит в ложке лекарства, говорит, — откройте рот. Я стараюсь, но не могу. Подходит доктор, у которого на лбу надет блестящий кружок. Он какими-то щипчиками открывает мне рот, ставит близко лампу, держит голову и смотрит в этот кружочек мне в горло. Кричит, — откройте рот больше! Говорите, — а-а-а! Не могу. Он вставляет мне в рот какой-то шар, и я чувствую холод в горле. И куда-то падаю, забываюсь. Опять просыпаюсь. Опять мне женщина подносит лекарства, и рядом доктор. — Какая красота! — говорит доктор, показывая на женщину. Я вижу, как он в руках держит серебряные трубочки, как вытирает их мокрой ватой, а уж инструменты лежат в баночке. Из-за лица красивой женщины, которая близко, голубые глаза доктора пристально смотрят на меня, улыбаясь. Доктор протягивает руку с длинным ножичком мне ко рту. Я почувствовал укол. Доктор вскрикнул. — Молодец! Болезнь кончена! Я задыхался. — Кончено! — говорил доктор. — Какая красавица! Посмотрите, ведь вы художник! — Действительно, я почувствовал облегчение. — Вы были очень больны, — сказал он. — Но перед вами магистр наук, ассистент профессора Варвинского, кончивший с золотой медалью Венский университет. — Да, я чувствовал себя хорошо, хотя в горле еще была острая боль. Доктор убирал инструменты, завертывал в вату. — А ведь вы не обиделись на меня, — сказал он, — когда я сказал, что работы ваши плохи. И при этом он позвал мать и брата. — Болезнь кончена, — сказал он им. — Но он должен лежать три дня. Не обиделся на меня. Его работы прекрасны. А у него, я понял, есть дар характера, который помог болезни. Незлобливость — важная вещь в болезни. Доктор навещал меня часто. Однажды я спросил его, что значит, что он меня так кормил насильно перед болезнью, и зачем он прислал мне бюст Шекспира. — Зачем? — сказал он. — Я у вас видел книжки, их не стоит читать. Вот кого надо читать. — Какой особенный, — доктор, — думал я. Потом он сделался моим приятелем, и не раз я обращался к нему за помощью. Однажды, уже много лет позже, Федор Иванович Шаляпин приехал ко мне и говорит, — Константин, у тебя есть приятель, доктор Азарев. У меня очень болит горло, я бы хотел, чтобы он посмотрел. Я сейчас скажу ему по телефону, он приедет. Доктор приехал. — Скажите «а», — сказал доктор Шаляпину. Шаляпин сказал «а». Азарев посмотрел на него и сказал, — У вас нет болезни. Шаляпин возмутился. — То есть как это? Нет болезни. У меня же горло болит, я-то ведь это чувствую. — Откройте рот, — сказал доктор. Он подвел его к окну и, посмотрев ему в горло, сказал, — Прекрасное горло. Горло Шаляпина. — Но болезни нет, — сказал он, смеясь. Перед вами магистр наук, болезни нет. Он взял свою сумочку, сказал, — Всего хорошего, Федор Иванович, всего хорошего. И уехал. — Это же черт знает, что у тебя за доктор, — закричал Шаляпин. Это сумасшедший. Но тут же забыл все, и мы с ним поехали к Яру. Горло у него действительно не болело. Константин Коровин. Магистр Азарев. Рассказ читал Иван Литвинов.